Доброе утро, дорогие друзья! Вот, мы продолжаем наш урок, потому что я думал-то, что он начнется в 10 по новому времени, а оказалось, что 10 по новому времени – это 9 по старому времени, и многие не знали, и мы провели, и коротенький урок был в 9 и в 10 сейчас. Так, хорошо, друзья, значит, всем шалом! Сегодня 22 Адара, 25 марта, подходит к концу месяца Адар, уже, да, осталось нас совсем немного, и мы ждем, что вот прямо Адар закончится. Должны быть в Адаре радостные события, я думаю, что окончание этой войны будет самым радостным событием для большинства, для всех нормальных людей, для всех людей будет окончание войны радостным, веселейшим событием в месяце Адар. Это очень важно, чтобы прям мы успели до конца Адара, до 29 Адара закончить. И начинается месяц Ниссан, Ниссан – это первый месяц года. То есть, вы знаете, сейчас, кстати, последний месяц года идет. Вот заканчивается год, и с первого Ниссана, когда у нас будет первая Ниссана, я вам сейчас скажу точно, значит, первая Ниссана будет у нас, первая Ниссана будет в субботу, 2 апреля. То есть, первая Ниссана будет в субботу, 2 апреля, начинается, можно сказать, 1 апреля вечером. Начинается 1 апреля вечером, начинается первая Ниссана с выходом звезд. И все, то есть начинается Новый год, первый месяц года, месяц исхода из Едипта, месяц начала, этот месяц будет для вас началом всех месяцев, в Торе написано. Получается, что первая Ниссана, первая, как это, как первая января, скажем так, да, и, значит, первая Ниссана у нас начинается 1 апреля, в этом году совпадает, так интересно. Хорошо, значит, а мы должны приблизить этот день победы, этот день победы мы должны приблизить победой добра над злом, и для этого мы изучаем Тору, молимся, читаем Салмы, то есть мы показываем, что мир этот, он связан со Всевышним, и мы, значит, именно, именно благодаря тому, что мы покажем Всевышнему, что насколько он для нас важен, и что мы понимаем, что мы не для того живем, чтобы просто тупо потреблять и даже не благодарить, то заслуга этого Всевышний как раз остановит эти все бури, и начнется, начнется замечательный, мирный, прекрасный год. Вот сегодня как раз отрывок из книги «Обретение неба на земле», он нам дает инструмент, ну, прям инструмент понимания, глубочайшее понимание, как вообще, именно как создать небо на земле, как притянуть небо на землю, скажем так. Здесь приводится, начинается так, что в своих беседах Рэбе часто возвращался к двум чудесным историям из Вавилонского Талмуда, значит, есть в Вавилонском Талмуде, Вавилонский Талмуд записан, как известно, в Вавилоне 1500 лет назад закончили его написание, значит, а писался он примерно где-то 300 лет, 200-300 лет, это расшифровка устной торы, расшифровка, вся устная тора, она расшифрована в Вавилонском Талмуде, но так расшифрована, что для того, чтобы это понять, изучая по одному листу в день, это 7 лет надо, 7,5 лет надо проходить, и, а если с комментариями глубоко, так вообще это жизни не хватит. И вот, значит, там есть две истории в Вавилонском Талмуде, которые Рэбе, последний любая часть Рэбе, он любил, он любил рассказывать эти две истории. Значит, первая история про Раби Ативу, значит, Раби Атива, велитий мудрец, жил он около 2000 лет назад, отправляясь в путешествие, брал с собой ослика, который нес его по клажу, петуха, который его будил, это был его будильник, да, и, значит, и светильник, чтобы учиться по ночам, свечечка такая была, которую очень тяжело было переносить, чтобы она не погасла, представляете, и вот Раби Атива, он с осликом, с петушком, с этой свечкой, которую он бережет, вот так вот, он идет в путь. Рэбе в этот момент отвлекался и говорил, что сейчас принято брать с собой в поездке кредитную карточку и зубную щетку, а тогда нужно было брать с собой ослика, петуха и свечку. Значит, и вот Раби Атива, он всегда утверждал, что все, что совершается Богом Милосердным, он Бога называл Бог Милосердный, значит, все это к лучшему. И вот он пришел, пришел со своим осликом к одному городу, а между городами идти было пешком же, и вот он приходит, а ворота закрыты. Города очень боялись разбойников, разбойники были всегда. Это природа человека, начиная от Каина и Эвеля, когда Каин, он позавидовал Эвелю, он что-то у него хотел сразу забрать и убил его. Это природа людей, и, ну, то есть это не новое, это как бы норма, что злодеи и грабители, они были, есть, и только после прихода Машеха их не будет. А так они будут, к сожалению, до прихода Машеха тоже. И вот, значит, в этом городе, куда он пришел, ворота были закрыты, были закрыты ворота, и, значит, на ночь уже никого не пускали. То есть закрылись, запаковались, и все, стражники, никого не пускаем. Вдруг у нас правило, значит, после все честные люди, они заходят, все честные люди заходят рано в город, а после обеда, после захода солнца уже никого не пускаем. И вот Раби Атива, он, значит, ворота закрыты. Что говорит Раби Атива? Раби Атива говорит все к лучшему. Раби Атива говорит все к лучшему. Значит, и пойду ночевать в поле. Отправился ночлег в ближайший лес. Ночь была полна неприятностей. Значит, в лесу он ложится, и там в лесу, значит, ветер задул свечу. Он думает, ну что же я так нес-нес, задул свечу. Значит, петуха съела лисица. Ослика разорвал лев. Раби Атива разбуженно очень пожалел Ослика, но тут же успокоился и сказал, что не делается все для добра. Все для добра, значит, все это для добра, сказал Раби Атива, и лег спать спокойно дальше. А утром ему открылась страшная картина. Значит, что увидел Раби Атива утром? Город разграблен и сожжен дотла. Все полностью. Не зря они боялись. Значит, разбойники пришли и сожгли. Вавилонский Талмуд. История рассказывается, это было 2000 лет назад, в Израиле жил Раби Атива. Значит, грабители сожгли город. Было такое, было. И Раби Атива, он говорит, сейчас, Яэль, Яэль, пожалуйста, иди сюда. Сейчас, секундочку. Позвони, пожалуйста, маме, потому что она что-то мне уже звонит 7 раз. Ну, а я скажи, что провожу. Прямо немедленно. Хорошо. Значит, Еще раз. Раби Атива, увидев, что город спален, он сказал, Видите, слава Богу, я же знал, что все к лучшему. Если бы я зашел в город, меня бы убили. Если бы ветер не задул свечу, и лисица не съела петуха, а лев не съел ослика, Значит, разбоните, увидели бы, что я где-то рядом, И меня бы тоже забрали, или убили бы, или забрали бы в рабство. Значит, я правильно сказал, что все к лучшему. И сказал Раби Атива, что в результате своих несчастий, Он был спасен от более страшного. Хотя в самих неприятностях он не видел ничего хорошего. Значит, понятно, да, идея? То есть он увидел в том, что произошло с ним, неприятности. Двери закрыты в город, Лисица съела его петушка, Ветер задул свечу. Он во всем этом видел неприятности, Но он для себя принял решение, Что все это к лучшему. И он подождал всего лишь до утра, И выяснилось, что действительно это было все к лучшему. Теперь, вторая история, которую Раби добавлял к первой истории, Была история про человека по имени Нохум, Гамзу его называли. Нохум Гамзу, это переводится за слово И это тоже. Вот такая у него была фамилия. Значит, он был учителем Раби Ативы, И он все время повторял, И это хорошо. Гамзу Литова, и это хорошо, и это хорошо. И вот его, этого Гамзу, Отправили в Рим от имени мудрецов Передать дары римскому императору. И он ехал со шкатулкой полной драгоценности, Очень ее сохранял, Очень ее, значит, эту, Очень шкатулку берег. Но уже перед самым, перед самым Римом Он остановился на ночь в одном постоялом дворе. И хозяин этого, хитрый вот этот хозяин постоялого двора, Он взял эту шкатулку, И чтобы не увидели, что он украл эти драгоценности, Он драгоценности вытащил, А наполнил ее песком. И, значит, когда Гамзу увидел, Что у него нет драгоценности, Что вы думаете он сделал? Он сказал оптимистично, Это тоже хорошо. Я выполнил свой долг посла, Остальное пусть делает Бог. То есть он, даже он не сказал, что это плохо, Он сказал, что это тоже хорошо. Остальное пусть делает Бог. Значит, пришел он к римскому императору, И дает ему эту шкатулку. Император открывает ящик, а там песок. Значит, что делает тогда император? Он говорит ему этому Гамзу, Давайте его садим в тюрьму, Значит, это вообще оскорбление императора, Его посадили в тюрьму. Теперь, ну, один из его советников говорит такую вещь. Это вот тоже, посмотрите, Насколько все можно по-разному интерпретировать. Он ему говорит императору, Евреи, они очень умные и хитрые. У евреев они не могли просто так передать этот песок. Я читал одно из их преданий, Что был кто-то во время войны, Кидал этот песок, И он, песок, превращался в стрелы. Наверное, этот магический песок, Который помогает побеждать в войнах. Цезарь решил проверить предложенную версию, И, значит, переслали этот песок в один из легионов, Который воевал, Стражался в... Где-то он сражался. И они одержали чудесную победу. Чудесную победу. И этого Нохлума Агамзу Выпустили из тюрьмы. И еще и щедро наградили. Представляете? Теперь говорит Рэбе из этих двух историй Два вывода. Он делает такой вывод. Он говорит, существует два пути. Один путь называется Все к лучшему. То есть ты видишь, что это неприятность. Ты эту неприятность Называешь неприятностью. Но ты веришь, что потом Эта неприятность перевернется к лучшему. И в этот момент Ты от неприятности страдаешь. Но твоя вера дает тебе возможность Надеяться, что потом Это все перевернется. И в большинстве случаев Действительно, через время Становится понятно, Что все, что мы считали плохим, На самом деле оно хорошее. Второй путь Он более сложный Он называется Что все хорошо Нет ничего, кроме Бога А Бог есть добро Поэтому уже в момент Когда происходит что-то Что тебя не устраивает Ты не говоришь, что это плохо Ты говоришь И это хорошо Как Гамзу И это хорошо И это хорошо Это путь, конечно Только для единиц Наверное, он доступен Но доступен Дальше он продолжает Не надо торопиться С выводами Смотреть на фантомы Нашего ограниченного видения Обращать внимание На бумажного тигра Называемого миром И со временем Наше сердце сможет понимать И глаза видеть И добро в нашем мире Станет очевидным Значит Нохум Вот этот Гамзу Был способен видеть Внутреннее добро Во всех явлениях жизни И ту скрытую истину Что все в мире По-настоящему хорошо Поэтому для него Так оно и было Понятно, да? То есть первый Есть три пути Первый путь Это как обычные люди Они наоборот Все ухудшают А, это плохо Будет еще хуже Это плохо Но я думаю Что будет еще хуже Это не так плохо Это будет еще и еще хуже Теперь Второй путь Это говорить Это плохо Но я верю Что это к лучшему Это плохо Но я верю Что будет хорошо Третий путь И это хорошо И это хорошо И это хорошо Как хорошо? Всевышний все делает хорошо Значит Если я не понимаю, значит, я не понимаю, но я должен, но тут нет такого, если я не понимаю. Третий путь, это путь праведников, они видят хорошее во всем. Есть известная история, когда пришел один богатый человек к ребе своему, к учителю, и говорит, учитель, у меня столько проблем, вообще не могу, там, вообще у меня жизнь одни проблемы. А он был очень богатый, такой успешный человек, там, лет 200 назад. И говорит, я еще и вот изучаю Тору, мне Тора вообще непонятно. Написано в Торе такой закон, что нужно благословлять на плохое, как на хорошее. Да, когда кто-то умирает, говорят, благословен судья праведный. Что значит благословен судья праведный? Умер человек, тебе сообщают, что кто-то умер, а ты должен сказать, благословен судья праведный. Да, Даяна Мэтт, судья истины, дословно переводится. Как так может быть? И мало этого, написано, что ты должен благословлять на плохое, как на хорошее. То есть, ты должен врадоваться вот этому тоже проявлению Всевышнего. Он говорит, я не понимаю вообще. То есть, а у меня из-за того, что вот это место в Торе не понимаю, так у меня сомнения во всей Торе наступили. Значит, ему его учитель говорит, ты знаешь, я тебе не могу ответить на этот вопрос, но есть такой Рэбзуси в городе Аниполь. Живет это маленькое местечко, Рэбзуси из Аниполя. Вот он знает ответ на этот вопрос. И вот этот вот богатый фабрикант, у которого были одни проблемы, еще он сомневался в истинности Торы. Не дай бог. Он поехал в этот Аниполь, значит, доехал до этого местечка на лошадях, тогда еще даже в железной дороге не было, добрался до окраина, где жил этот Рэбзуси. Какая-то грязь, грязища непролазная, какая-то землянка. В этой землянке какие-то дети, куча вообще, бедность такая, страх вообще. Он заходит, сидит этот Рэбзуси, значит, читает псалмы Давида. Такой прям вообще сияет, сияет. Этот богатый человек говорит, вы Рэбзуси? Он говорит, да, да, да. Он говорит, вы знаете, меня послал Равин мой к вам, чтобы вы мне ответили на вопрос. Вот написано в Шелхонарухе, что надо благословлять на плохое, как на хорошее. Вот он сказал, что вы мне можете разъяснить этот вопрос. И что? Рэбзуси говорит, вы знаете, я не могу вам ответить на этот вопрос. Тот говорит, как, а почему? Он говорит, у меня в жизни ничего плохого не было. Я не знаю, как это благословлять на плохое. Вообще, я не знаю, что такое плохого. У меня в жизни никогда плохого ничего не было. У меня в жизни только хорошо, только добро. Сказал сияющий Рэбзуси, у которого было вообще жутко-жутко в жизни. И это весь вопрос восприятия мира, восприятия себя, восприятия Всевышнего. То есть человек живет не в мире, а человек живет в модели мира, которую он построил своей верой и поддерживает своей верой. И цадик своей верой будет жить. Да, цадик бы ему на то их е. Злодеи даже при жизни называются мертвыми. Они уже и сейчас мертвые. Да, то есть это весь вопрос веры. Вот, это как приобрести небо на земле каждый день. Выстроить свою веру так, что все добро, все от Всевышнего, все нас любит. И, значит, иногда мы воспринимаем события как не очень, но это чисто наше восприятие. Все, теперь недельная глава. Недельная глава у нас говорит сейчас о том, что можно кушать, что нельзя кушать. Это очень удивительная вещь, что Бог нам сказал не только вот книге Воикра, какие жертвоприношения делать. Непонятная история вообще жертвоприношения. Брать этих животных, убивать их, кровью брызгать, что-то съедать, что-то сжигать. С ними хлеб, там, возжигать, съедать. В общем, целая, целая конкретная процедурища такая непонятная, но в которую Всевышний запаковал вот в эту молекулу, да, как мы приводили пример, молекула лекарства. То есть в эту молекулу, вот это построение этих действий, Всевышний запаковал много процессов очищения, процессов веры, в принципе, да, что ты, когда человек говорит, я верю, то как Авраама Вину, да, про отец Авраама, он поверил в Бога, но Бог ему дал 10 испытаний, в которых он проявил свою веру. То есть когда человек говорит, я тебя люблю, другому человеку, это красивые слова, это хорошее такое выражение, да, может быть, он даже чувствует это внутри, когда это говорит, он говорит, я тебя люблю. Он даже сам лично, если он так говорит, он в это верит, да. Но второй человек, он в этот момент, он слышит слова, но он может не испытывать ощущения любви. Почему? Для него люблю это процесс, выраженный в каких-то действиях. И если этих действий нет, то слова я тебя люблю могут не проявиться, никак у второго человека. Хотя тот, кто их говорит, он сам, если в это верит искренне, то для него эти слова наполнены, он испытывает любовь. А второй говорит, как есть анекдот, когда Абрамович, он делал предложение Саре, и он говорит, Сара, я предлагаю вам свою руку и сердце. Она ему говорит, это все анатомия, а поступки когда будут? Где поступки, говорит ему Сара? Что значит, предлагаю руку и сердце? Значит, вот то же самое. Всевышний нам дал интерфейс, дал нам возможности физически взаимодействовать с ним. Называется это заповеди. Заповеди, которые храмовая служба, это один, это самые высокие заповеди взаимодействия со Всевышним. Их сейчас нет. Мы лишены этих заповедей, то есть мы вот этого высокого уровня, в котором была храмовая служба и пророчество, мы лишены. Но нам остались простые, простые возможности. И здесь, в этой главе, сейчас в Мини, начинаются простые возможности. Сказал Бог Моше Аарону, Добро ильбне Исраэль, скажите, сынам Израиля, говоря, Зод ахая ашертохлу, вот живые, да, живая жизнь, которую вы можете кушать. Миколь абэйма от всех животных, ашер аля арец, которые на земле. Значит, Всевышний им говорит, после жертвоприношения, он говорит сейчас простым народу Израиля, простым людям, он говорит, смотрите, так устроен мир, что человеку постоянно, Бог его так создал, человека, что нам все время не хватает. То есть человек не может, вот, например, ты проснулся, да, с вечера начнем, вечер, тебе не хватает сна, тебе не хватает сна, отдых, а ты уже вырубаешься. Бог создал человека с недостатком сна, но человек может восполнить этот недостаток, он ложится спать. Утром он проснулся, у него есть недостаток воды и еды. Значит, но Бог дал ему возможности восполнить этот недостаток. То есть Бог создал весь мир, и у каждого есть недостаток чего-то, и возможность этот недостаток восполнить, и увидеть в этом восполнении, в этом наполнении, в этом увидеть радость того, что Всевышний создал вот это наполнение. Понятно, да, идея? Теперь и вот Бог сказал, Он говорит, скажи, Машер Абейну, скажи народу Израиля, вот из этой живой жизни, из всех животных, вот это вы можете кушать, чтобы восполнить недостаток своей жизненной силы. То есть я Бог, который сотворил все мироздание, наполняю его энергией, и вот эта энергия божественная через неживую природу, неживую материю, переходит в растения, из растений переходит в животные, из животных переходит в человека, а из человека она переходит обратно в божественную душу человека, которая его соединяет с Богом. То есть цикл замкнулся, вся вот эта вот энергия мировая, божественная, она идет так, неживая природа, растения, животные, человек и божественная душа. Оп, круг замкнулся. Теперь говорит Бог Моше, вот из этого живого можете кушать. И дальше идет перечисление, из чего живого можно кушать. И это для нас простая-простая понятная вещь, тут перечисляются чистые животные, которых можно кушать. У них должны быть, если это животные, раздвоенное копыто, и оно должно отрыдевать жвачку. Если оно только отрыдевает жвачку, как, например, верблюд или заяц или кролик, но у них нет раздвоенного копыта, нельзя кушать. Если у него есть раздвоенное копыто, но не отрыдевает жвачку, как свинья, нельзя кушать. Только животные, у которых есть два этих признака, раздвоенное копыто и отрыдевает жвачку, это называется чистые животные, их Бог разрешил кушать. А животные, которые, опять же, еще раз повторюсь, жертвоприношения могли кушать только священники, и на них были возложены огромные-огромные ограничения по ритуальной чистоте. Теперь народ Израиля должен был кушать только вот этих вот чистых животных, которые называются, и на них тоже были возложены ограничения, но намного меньше, чем на священников. Теперь любой человек, он может есть любое животное, да, которое может есть, теперь на него наложено намного меньше семь заповедей для всего человечества, которые наложены на всех людей. Из пищевых заповедей там нельзя отрезать часть живого, то есть нельзя отрезать, даже если это чистое животное, ты не можешь ему ногу отрезать и ее съесть, запрещено. Это вот единственное пищевое ограничение для всех. Теперь, если ты берешь на себя 613 заповедей и становишься частью еврейского народа, то на тебя накладываются и пищевые ограничения очень большие, включая кошерная еда. Если потом тебе повезло родиться священником, священником нельзя стать. Священники это только от Аарона и его сыновей, это передается из поколения в поколение, и если не соблюдаются законы чистоты для священников, то оттуда только можно выпасть. Зайти туда нельзя. То есть человек не может стать священником. Все, значит, хорошо, значит, мы на этом сегодня заканчиваем. Есть психологическая связь со Всевышним, это добро и благодарность. Есть физическая часть со Всевышним, это заповеди. Все, значит, кто хочет служить Всевышнему, служит ему, служит ему. То есть это служение, это как слово работа, работа, через которую ты соединяешься со Всевышним. И чем больше будет Божественного Света в этом мире, тем больше будет добра. То есть мы, когда изучаем Тору, выполняем заповеди, приводим в мир шалом. То есть поэтому давайте каждый для себя сделает шалом в душе, шалом в семье, шалом в... И будет шалом в мире. Все. Как это сделать? Только через Тору. Потому что если каждый будет тянуть одеяло на себя, продвигая свое понимание добра и зла, то, конечно, люди будут конфликтовать. Но если все люди скажут, что Бог один, добро едино, любовь едино, законы едины, то есть Божественные законы, они одинаковые для всего мира. Значит, не будет войн, будет шалом, и мы с вами можем... Во всяком случае, в этой группе точно запрещены все проявления ненависти и так далее. То есть мы здесь только делаем шалом. Или кто хочет, опять же, проявлять ненависть, то это абсолютно ледитивное желание в других местах. Можно воевать на фронте, можно ругаться в Фейсбуке на своих аккаунтах. А здесь мы на Ваикре, мы только учим Тору, служим Всевышнему. Все, всем удачи, успехов. Значит, мы, начиная с воскресенья, урок у нас в 10 утра по израильскому времени. Вот сейчас у нас по израильскому времени уже 10.30. Значит, просто сегодня из-за того, что перевели часы, а в других местах не перевели, так мы еще сделали по старому времени. А с воскресенья у нас будет уже по новому израильскому времени, то есть в 10 утра по израильскому времени. Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом, всего хорошего. И это к добру, это все к добру.